Шестой класс, семнадцатая серия. Решение задач. Задача первая. Найдите наименьшее треузначное число, при делении которого на 6 получается в остатке 5, а при делении на 7 в остатке 6. Давайте запишем формулу числа, которая при делении на 6 дает остаток 5. И давайте рассмотрим трехзначные числа, начиная с наименьшего, которые при делении на 6 дают в остатке 5. Наименьшим будет 101, затем 107 и так далее. Каждая следующая на 6 больше. Числа, которые при делении на 7 дают в остатке 6, имеют вот такую формулу. Наименьшее трехзначное – 104. При делении на 7 дает остаток 6. Затем 111, 118 и так далее. Каждая следующая на 7 больше. Теперь надо сравнить числа вот в этом ряду и в этом. Надо назвать наименьшее трехзначное. Число, которое присутствует и в этой строке, и во второй строке – это число 125. Ответ – 125. Задача вторая. Можно ли поставить между некоторыми цифрами знаки сложения и вычитания, так, чтобы получилось верное равенство? Надо рассмотреть разные варианты и получить вот один из возможных вариантов. К 8 надо прибавить 76, затем вычесть 54, прибавить 3, затем вычесть 21. То есть вот некоторые цифры объединяются в двузначные числа. Вот это будет двузначное число, это двузначное и это. Значение данного выражения равно 12. Вопрос – можно ли? Ответ – да, можно. Например, вот таким образом. Задача третья. В бассейне две трубы. Если открыть первую на 3 часа, а вторую на 5 часов, то в бассейне будет 6900 ведер воды. Если же открыть первую на 8 часов, вторую на 5 часов, то будет 10900 ведер. Сколько ведер воды дает каждая труба в час? Обозначим за х число ведер воды, которое дает первая труба в час. А за у – вторая труба в час. Первая была открыта 3 часа, вторая – 5 часов. Всего 6900 ведер воды. Так, это первое уравнение. Второе. Первую трубу открыли на 8, вторую – на 5. Получилось 10900 ведер воды. Теперь давайте сравним вот эти уравнения. можно вычесть из одного – другое. Вот, например, из левой части вычесть левую, из правой – правую. Из большего – меньшее. Получится слева 8х минус 3х – это будет 5х. А 5у минус 5у взаимно уничтожаются. Итак, слева останется 5х. А справа будет 4000. Значит, х равен 800, а у – 900. Вопрос. Сколько ведер воды дает каждая труба в час? Значит, первая труба в час дает 800 ведер воды, а вторая – 900 ведер воды. Задача четвертая. Зарплату токарю повысили сначала на 20%, а затем еще на 15%. На сколько процентов повысилась зарплата по сравнению с первоначальной? Допустим, зарплата сначала была 100 единиц. 100 денежных единиц. Повысили на 20%. То есть надо умножить на 1,2%. Процент – это сотая часть. После первого повышения зарплата стала 120 единиц. Затем повысили на 15. Значит, надо 120 умножить на 1,15. После второго повышения – 138 единиц. А сначала было 100. Значит, зарплата повысилась на 38 единиц. 38 единиц составляют 38% от того, что было, от 100. Значит, ответ повысилась на 38%. Не забав. Так, это все. Так, давайте переставим за 50%. Продолжение следует. Убийство. Продолжение следует...